здравствуйте мои дорогие подписчики друзья и гости с вами ира и канал готовим с любовью и мы продолжаем готовить новогодние блюда сегодня мы готовим очень вкусные и сытные закуски мы все привыкли бисквитные рулеты видеть только в сладком виде сегодня я приготовлю закусочный бисквитный рулет невероятно быстрая нежная и сытная закуска а также приготовим терем с фарша и грибами эти закуски не только красивые но и очень сытные друзья гости родные будут в восторге хочу вам напомнить что видео на канале готовим с любовью выходит ежедневно готовьте вместе со мной и пусть ваш праздничный новогодний стол будет самым красивым и самым вкусным сначала мы приготовим терем из фарша с грибами берем 700 граммов фарша я брала свиной идеально подойдет куриный говяжий выбирайте на свой вкус 5 свежих шампиньонов 2 отварной моркови 125 миллилитров сливок жирностью 20 процентов одно яйцо 1 зубок чеснока соль перец специи добавляем по вкусу терем готовится проще простого но для начала нам нужно немножко моркови оставить для декора значит берем нарезаем пластинками для декора этого достаточно будет остальные морковь мы натираем на крупной терке я морковь отвариваю 25 минут не переварите ее а то будет она у вас просто такая дряблая вы не сможете ее нормально даже натереть дальше что мы делаем берем фарш выкладываем в миску добавляем сюда зубок чеснока добавляем соль перец специи по вкусу хочу вам сказать чтобы у нашего терена была более однородная структура я фарш еще пюрирую погружным блендером готовила этот перец с куриного фарша замечательно получается он даже светлее получается чем со свиного фарша но вкусно бесподобная закуска теперь пюрируем все дальше мы добавляем одно яйцо и 125 миллилитров сливок берите 20 процентов жирности или 15 и снова перемешиваем а теперь внимательно слушаем размеры формы значит длина 22 сантиметра ширина по дну 8 сантиметров высота 6 сантиметров смазываем форму дно и бока растительным маслом обязательно духовка у нас разогрета теперь выкладываем нашу массу делим визуально на четыре части первый слой хорошенько разравниваем дальше выкладываем половину моркови натертой на крупной терке теперь еще одну четвертую фарша выкладываем сверху и разравниваем разровняли духовочка у меня уже разогрета теперь берем и вытягиваем ножки у грибов и слегка вдавливаем фарш вот так вот вот так вдавили и выкладываем сверху еще одну четвертую фарша разравниваем заполняем внутри грибочки и сбоку и оставляем наверх последнюю часть фарша у нас еще морковь осталась поэтому заполняем конечно лучше если у вас будет не силиконовая форма как у меня а железная идеально подходит для приготовления терина показываю весь процесс приготовления терина чтобы было меньше вопроса все есть и теперь выкладываем оставшуюся часть фарша и тонким слоем разравниваем духовка разогрета все готово терин ставим в разогретую духовку на 180 градусов на вторую полочку снизу режим выпекания вверх-вниз терин запекался в духовке 55 минут подготавливаю шампиньоны для рулета значит нам нужно нарезать их пластинками и обжарить на сливочном масле шампиньоны слегка румяными должны быть я нарезала 3 шампиньоны теперь приготовим закусочный бисквитный рулет это просто находка его можно готовить с любыми начинками для этого рулета нам нужны будут следующие продукты 4 яйца щепотка соли и 120 граммов муки также нам надо небольшой пучок укропа и три шампиньона я нарезала пластинками и обжарила на сливочном масле в кухонной машине взбиваем 4 яйца со щепоткой соли пышную массу взбили яйца в пышную массу теперь добавляем муку и вымешиваем тесто никаких разрыхлителей в тесто я не добавляю это тот же самый бисквит только без сахара аккуратно вмешиваем у меня на канале есть еще бисквитный торт с грибами очень вкусная закуска заходите в плейлисты закуски салаты вы найдете много интересных блюд главное что блюдо не только вкусные но и красиво поданы духовочка разогрета смазываю пергамент растительным маслом у меня хоть и качественный пергамент но боюсь все праздничное блюдо теперь берем шампиньоны в общем нужно красиво выложить шампиньоны и добавим немножко веточек укропа только той стороной лицевой поворачиваем духовка у меня уже разогрета теперь выливаем тесто бисквитное оно совсем не такое как мы привыкли видеть бисквитное тесто именно на грибы форма у меня меньше нет поэтому я буду выпекать в этой 30 на 40 но просто не полностью разровняю тесто оно не растекается как вы видите вообще в идеале будет прекрасная форма 25 на 25 у кого есть квадратная у меня к сожалению такой формы нет поэтому разравниваю вот где грибы здесь и ровняю противень с тестом ставим в разогретую духовку на 180 градусов на средний уровень режим вверх-вниз корж выпекался в духовке 7 минут достали и быстренько еще горячим сейчас сворачиваем рулет свернули и дадим ему немножко остыть теперь готовим начинку для рулета нам понадобится один плавленый сырок я его натерла на крупной терке добавляем зубок чеснока добавили теперь один сладкий болгарский перец нарезала мелким кубиком 80 граммов домашней буженины и пару столовых ложек не с горкой майонеза хорошо нужно все перемешать это и будет начинка для нашего рулета развернули бисквитный рулет наносим начинку и снова сворачиваем этот рулет относится к быстрой закуске действительно корж выпекается очень быстро главное его не передержать помогаем себе сворачивать все также пергаментом подтягиваем и снова сворачиваем и вот смотрите какой рулетик у меня получился главное не передержать да немножко вот где-то есть трещинки но подержите его в холодильнике плотно замотанный пергаментом рулет плотно замотайте пергамент и поставьте в холодильник на часок все скрепится и рулет будет прекрасно нарезаться порционными кусочками закуски просто сказка бисквитный рулет просто объедение яркий красивый нежный и вкусный теремис фарша с грибами сочный сытный единственный совет подавать терен и закусочный рулет нужно холодными заматываете пищевую пленку кладете в холодильник и потом нарезаете закуски просто отпад станут украшением вашего праздничного новогоднего стола готовьте с любовью и радуйте свою семью не только вкусной но и красивой едой подписывайтесь на наш семейный канал дружная семья ссылка под видео подписывайтесь на наш кулинарный канал готовим с любовью с вами была ира до новых встреч пока пока